Джаз Пик Здравствуйте, я Евгений Далгих. Я говорю с вами о джазе, и мы слушаем и смотрим обязательно джаз. В этом жанре, в отличие от поп-музыки, леди сегодня встречаются значительно реже джентльменов, образно выражаясь. Но уж когда встречаются, то многие из них могут дать фору кому угодно, и очень они разнообразят общий музыкальный пейзаж. Современный джаз, он не терпит суеты, эта музыка во всех своих проявлениях уже становится ближе к классике, чем к залихватской эстраде, как это было раньше, когда джаз был поп-музыкой, ну и даже немножко позже. И очень интересно наблюдать, как трансформировалось за последние 50-60-70 лет женское видение джаза. Это происходило от вариации на тему популярных песенок до высокого импровизационного пианизма и вокала на стыке всех современных серьезных стилей, от академического до народного, собственно, то, что мы сейчас и видим. И сегодня я хочу предложить вашему вниманию один из самых ярких примеров такого женского видения нынешней музыки. Пианистку и вокалистку родом из Азербайджана, чье имя говорит очень о многом любому нашему поклоннику джаза со стажем, который хорошо помнит советских джазменов. Почему именно советских, об этом немножко попозже, а пока о нашей героине, которую как раз у нас сейчас, знают не очень-то и хорошо. И не очень многие. Ее зовут Азиза Мустафа Заде. Она уже 25 лет живет и выступает в Европе в таком неспешном, но очень успешном артистическом ритме. Ее 9 альбомов разошлись с общим тиражом около 15 миллионов копий, что для современного джаза не просто хорошо, а удивительно здорово. Особенно если учесть, что Азиза не поет популярные песенки никогда. А что же она делает? Ответить на этот вопрос очень легко. Предлагаю всем посмотреть и послушать для начала фрагмент концерта «Ее трио» в Германии летом 2011 года. И решайте сами. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. 2, 3, 4. 2, 3, 4. 3, 4. 3, 4. 1, 2, 3. 3, 4. 3, 4. 3, 4. 3, 4. 3, 4. 4. 3, 4. 4. 4. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 6. 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 7. 7. 7. 7. 9. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Как раз после того единственного со стандартами Она наотрез отказалась от предложений продюсеров, так сказать, ковать пока железо горячо и сделать еще один подобный проект на волне Азиза, как она сама признается, боится сползти в поп-музыку Она говорит так По моему разумению, есть два вида музыки Та, что отлично продается и та, что останется нашим потомком Бывают исключения вроде Битлз, но на них равняться никак невозможно Я не хочу даже часто слушать современную поп-музыку, чтобы подсознательно не воспринимать что-нибудь из нее Про саму Азизу на удивление мало чего можно рассказать Она не часто дает интервью, она не живет светской жизнью, видимой для всех Не очень активна даже в мировом джазовом сообществе И в целом не так уж много выступает Она поглощена своим творчеством, очень подолго работает над каждым альбомом, что сегодня вообще не модно Посмотрите на большинство джазменов, известных джазменов У них чуть ли не каждый год новый релиз выходит Все стремятся попасть на страниц джазовых изданий Ведут себя активно, так сказать, по-менеджерски И на айфоне наша героиня даже как-то слегка теряется Слишком уж специфичен ее стиль, непривычен ни для джазовых снобов, ни для массовой публики То она даст в год по всему миру больше 40 концертов в поддержку проекта, а то замирает на время Я вот посмотрел расписание ее концертов за прошлый год Всего 4 гастрольных поездки с июня по ноябрь по миру Можно предположить, что Азиза работает над очередным альбомом Поскольку последний вышел аж в 2007 году И все-таки лучше всего о ней говорит ее музыка Это абсолютно стандартная фраза Это в ее случае наиболее уместная И очень хорошо отражает суть этой артистки Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok ДимаTorzok Нет, это решительно невозможно И потому Азиза берет себе в соучастники саму себя И исполняет свою фирменную песню без слов, просто с наложением и эффектами А по-другому оно невозможно ДимаTorzok 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 СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 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 Азиза сама говорит, что ее вокал, ее пианистический стиль соперничают один с другим. И она часто понятия не имеет, что у нее будет в итоге. Вот ее собственные слова. Мои руки и мой голос порой ссорятся друг с другом, как супружеская пара. Их охватывает ревность друг к другу. Ну, да уж, ревность, конечно, особенно если предмет этой ревности – болеро-равель. Артистка в последнее время все чаще и чаще обращается к классике, но исполняет ее, разумеется, весьма далеко от стандартной академической манеры. Раньше, лет 20-30-40 назад, такие экзерсисы были заведомо обречены на неприятие как классической, так и джазовой тусовкой. Сегодня, слава богу, высоколобого снобизма с обеих сторон наблюдается намного меньше. У Озизы есть все шансы потихонечку протолкнуть это свое новое направление. Кто желает полюбопытствовать, поищите два последних ее альбома – «Контрастс» и «Контрастс Волюм 2». Там все это представлено довольно, я бы сказал, с блеском. И еще вот довольно давно, лет 10-15 назад, я часто слышал такие мнения в тогдашней нашей джазовой тусовке, за иностранную не поручусь, что Азиза Мустафа Заде, мол, не тянет в сравнении с тем, что делал в джазе ее отец Вагиф в 70-е годы. И тогда было сложно судить, как-то были какие-то сомнения, но сегодня уже видно, что ее творчество – это достойное продолжение семейной традиции ее. Вагиф тоже опережал свое время, всегда опережал и довольно значительно, его тоже не понимали многие тогда, когда он это делал. И его дочь занимается тем же самым. Если сегодня послушать те ее записи в середине 90-х, становится очевидно, она в них очень много экспериментировала, и то, что тогда казалось эклектикой, музыкальным разнобоем, куда не сюда, в итоге как-то сплавилось единое целое. Эти альбомы постепенно становятся почти эталоном современного прочтения разных джазовых традиций. А Азиза сама уже опять где-то далеко-далеко примеряет новое звучание, примеряет новые наряды той же самой, но такой непостоянной музыки. И будем думать, у нее все получится. Если еще во время учебы в советской Бакинской консерватории она умудрялась перед сокурсниками и даже преподавателями исполнять баха со своими собственными импровизациями, выдавая их за редкие, малоизвестные варианты, то сейчас ей уже не нужно преодолевать недоверие окружающих. Азиза Мустафа Заде уверена, в современном джазе есть место всем, абсолютно всем. Гершину и Шопену, и Мугаму, и Брубаку, и даже римскому Корсакову с Моцартом. Но это вовсе не значит, что должна быть только такая гремучая смесь. И больше никакой. Конечно, остается и старый, добрый, привычный, уютный джаз. Как же без него? Слушайте и наслаждайтесь. И слушайте фрагмент сольного выступления Азизы в немецком Бурхаузене 2002 года. А мне тем временем уже пора говорить вам. До свидания. До следующей встречи тут через две недели. Удачи вам. Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 ДимаTorzok